привет привет и я рада видеть вас на моем канале и так у нас сегодня будет долгожданный бзк это значит у нас белково-заварной крем для тех кто не в курсе ну а перед тем как мы начнем оформление как всегда конечно же я хочу поблагодарить всех тех кто помогает каналу материально большое вам спасибо за вашу финансовую поддержку ну и конечно всем 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 кто ставит свои лайки кто пишет комментарии и не забывает делиться нашими короткими версиями просто нашими видосами либо рецептами в своих соц сетях и так с чего мы сегодня с вами начнем и вообще что будем делать работаем мы на болваночки 16 сантиметров она у меня в диаметре маленькая но самое интересное что я хочу сделать сегодня такой осенний стиль будем оформлять 124 к начинаем с белого цвета помним что даже белый цвет нужно вымешивать с чего начинаем толстым к толстым концом мы прикладываемся высоко поднимать не буду я не хочу делать сильно большой борт то есть бортик будет минимально и мы с вами тянем прервали нахлёст и вот так вот можно 45 таких нахлёстов делать еще добавляем немного желтого красителя это вставляем добавляем немного желтого красителя буквально там пол капельки начинаем спускаться вниз градиентом осенний тортик у меня будет опять цепляемся видео желтым сделали добавляем еще каплю желтого то есть усиляем желтый цвет опять все перемешали теперь будем делать оранжевый но оранжевый мы будем делать не добавляя оранжевый цвет в крем а будем добавлять красный капелька получаем вот такой вот персиковый цвет так ну что белый желтый желтый добавляла по чуть-чуть красного дошла вот уже до такого цвета у меня здесь уже три капли красного то есть идем на перекрытия градиента уже такого более более темного в наш красный немного искажает его камера добавляю капельку теперь более коричневого цвета концентрированные эти красителя поэтому сильно много добавлять не буду смотрите добавлю еще немного красненького потушили красный цвет много замешала порвать пакет это я профи по разрыванию пакетов вот так добавлю еще наверно две капли такого он не такой концентрированный мне маловато так потушили стал еще более такой коричневатый уже сейчас света что дать побольше то как-то он искажает камера цвета опять все загружаем нашу насадку знаете что его немножко подкрашу еще красным каплю сделаю добавлю глубины цвету будет такой более глубокий так докручиваю до конца не хватило мне немножко сейчас я еще добавлю тогда коричневого и еще затемнем опять две капли нам нужно закрыть весь низ чтобы не было пробелов так такая вот осенняя осенняя юбочка получилось у нас или что мы с вами будем делать будем делать будем мы делать с вами следующее это орхидеи орхидеи у нас тоже будут осенние мы будем делать их оранжевыми и вот теперь берем уже оранжевый краситель белый цвет и заполняем мы его оранжевым красителем хочу сделать такие яркие оранжевые орхидеи мне нужен красивый оранжевый цвет такой меня вообще не устраивает такой оранжевый меня тоже не устраивает мне нужен реально яркий красивый добавлю каплю желтого оранжевый станет сразу поярче но мне все равно маловато вам на камере кажется он ярче но на самом деле не такой яркий как нужно мне поэтому я добавлю еще оранжевый от конди про номер 4 вот она получше красивый яркий оранжевый цвет так теперь чем мы будем делать наши орхидеи как и в прошлый раз нам понадобится насадка 874 124 к также нам понадобится насадка номер 80 это все для наших орхидей и обычная трубочка это для того чтобы сделать базу все чтобы орхидеи были яркие красивые в каждый пакетик я замусолю немножко красителя добавляю капельку эти кобисяк попала здесь тоже обязательно прокрашиваем хорошо сами насадки дополнительно я буду еще использовать сухие красители с распылителем все вроде всех на мою кого а вот для вот этой 81 мы с вами сделаем немного крема но более такого ядрен батон нам нужен поэтому возьмем сразу четверку добавлю немного красного капельку и добавлю сразу желтенького две капельки нам нужен более насыщенный именно для середины он должен отличаться от общей массы даже еще добавлю одну каплю красного чтобы он был на фоне очень такой насадки 8 номер сто двадцать четыре к это насадка для розы насадка 80 для серединочки и насадка 874 все начинаем делать наши орхидеи много их не будет вообще рассчитываю вот тут три штучки там если хватит крема тогда еще вот сюда вниз хочу положить так начинаем с базы сначала делаем самую обычную базу потом делаем как бы углубление такое такой колодец сделали берем насадку 124 к насадку 124 к для самого большого цветочка для главного делаем побольше такую базу и две таких поменьше базы это для вторых лепесточков и начинаем заводим и погнали это у нас первый лепесточек если мало ли чуть-чуть падает аккуратненько приподнимаем только аккуратно либо кисточкой сюда зашли делаем такой слегка удлиненный слегка удлиненные переключаемся на насадку 874 из середины то есть практически на границе двух начинаем вести внутренний лепесточек точно так же делаем и со второй стороны и на серединочке вот здесь где-то отрываем тут я аккуратненько насадочкой лепесточек подравниваю чтобы он приблизительно был одинаковый берем сухой краситель я брала цвет красный можно обойтись без него можно с аэрографа тут уже смотрите сами как вам будет удобно делаем делаем к серединка серединка берем наш сухой распылитель и вот так вот прям щедренько внутри распыляем теперь теперь делаем язычок уже без распыления сделали нижний язычок еще не знаешь как ё-моё чтоб вам получше было видно все равно контраст сильный подальше отодвинется сделали теперь что я делаю у меня здесь на палитре капнула я красный цвет на палитру кисточка самая обычная макаю в краситель прям в концентрированный и начинаю делать такие вот здесь точечки краситель ничем не развожу прям концентрате ком теперь серединку хорошо окрашиваю внутри нам нужно ее затемнить чтобы она была как можно глубже глубже такая выхожу сюда немного кисточкой по крему не боимся двигаться потому что он кисточки не прилипает по краешкам прошлись серединку и вот у них есть такая беленькая серединочка маленькая точечка которая у них стоит вот такая у нас получилась орхидея будет у нас здесь три орхидейки и начнем мы делать сейчас с вами зеленый цвет для шишечек которые в этих орхидеях есть добавлю я в него нормально так зеленого не жалеем также добавлю немного я оранжевого для того чтобы цвет зеленый был у нас более концентрированный более натуральный потому что если в зеленый не добавлять а просто вот ну как бы не добавлять красителя потустороннего не знаю как сказать то получится цвет не естественный чтобы зеленый был естественный нам нужно и его потушить так как в баночках с красителями продается он такой больше какой-то салатовый да ну то есть для для таких как бы тортиков там няшных всяких это хорошо но не для цветочных композиций так пока пола еще зелененького получается вот такой цвет зеленый краситель также капельку красного капну для того чтобы это все лучше можно было объединить получится у меня такой грязный зеленый цвет это мне и надо делаю вот такие вот шишечки делаем вот как в орхидеи вот эти веточки начинаем выводить на них тоже делаем шишечки зеленого цвета и мы с вами сделаем следующее это мы сделаем еще орхидеи которые посадим здесь внизу для этого опять же воспользуемся белым еще раз создаем такую небольшую буду делать небольшой колодец 124 к чуть-чуть слегка вдавились сделали такую базу базу здесь базу и вот получается мы ведем насадкой когда центр заметили да то есть мы как бы укладываем ся так чтобы по центру вести цепляя цепляя наш лепесточек за вот этот твердый край который мы сделали оставить за него мы цепляемся и заводим 874 насадка из центра до серединке завели и здесь точно так же то есть из уже получается до центра заводим 80 насадкой делаем центр припудрили все это дело краситель гелевый ничем не развожу прям вот капнула и рисуем рисуем точечку нарисовали берем делаем язычок слегка как бы прорисовываем его и ставим блик бликусик вот такая у нас получилась орхидея так 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 сюда хочу такую как веточку пустить зеленые шишечки пущу немного веточек если веточки вам не нравятся можно их и не пускать то есть это не такое что основной как как вам нравится но мне кажется будет очень красиво как раз если будет с такой веточкой так и теперь сделаем такую имитацию не распустившегося бутона то есть мы сделаем такую базу из нас одну насадкой сто двадцать четыре к мы сделаем базу так как она будет у нас на подложке чтобы сильно не кидалась глаза белая краска опять же делаем два лепесточка центральники наши этой же все насадкой проводим делаем серединочку так то есть чтобы цветочек был маленький такой как будто вот он только недавно завязался и еще до конца своего не распустился центр помазали тоже делаем здесь такие маленькие точечки аналогично и здесь теперь делаем серединку добавили и аккуратненько переносим на подложку вот такая маленькая орхидейка у нас получилось я думаю что можно в принципе еще вот здесь у меня такой просвет я хочу сюда маленькую орхидею засунуть и вот как бы закрыть полу таким полубоком продолжаем я большим просто сделаю здесь и базу это для нашей опять же маленькой насадочки просто чтобы она не кидалась в глаза опять центр опять два угла мы посадили все работаем насадкой только сто двадцать четыре к делаем 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 так припудрю припудрю всю эту красоту и нежность красителем делаем точечки орхидейки ну вообще конечно чем больше тем более красиво более натуральненько будет смотреться орхидейка на серединочку обязательно по краешкам пробежались центр тоже затемняем так будет более натурально она смотреться и конечно беленький бликусик такой закрой закроем нашу дырочка которая вот здесь есть еще вот сюда маленькую поставлю здесь вообще сделаю супер-пупер малюнечку такую как бы даже я бы сказала бы хочу как как бутончик смотрите я создаю базу такую круг кругленькую видите то есть изначально мы ее как бы закруглим чтобы она была максимально маленькая делаем базу 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 три штучки закругляем вот словно не распустившийся цветочек от орхидей закругляем закругляем видите как красиво ведем центральную 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 создаем этот маленький язычок такая манюничка совсем я ее сейчас префокаю сразу мы сделаем здесь по краешкам пройдемся за центр конечно конечно же маленькие точечки пустим здесь то есть прям если там где-то что-то немножко зашло не зашло ничего страшного потому что все равно когда они вот такие мосюсенькие мосюсенькие то они такие маленькие несуразные получаются и вот смотрите снимаем то есть базу всю мы не трогаем мы снимаем наш маленький цветочек орхидеи сбоку увожу вот такая прелесть получается у нас просто шикардос так что теперь мы с вами сделаем можно сделать еще следующее это заполнить наши бутоны не распустившимся цветком для этого воспользуемся опять самым обычным пакетиком в котором делаем предварительно дырочку небольшую заводим пакет в серединку шарика нашего и продолжаем давить выходит у нас вот такой вот слегка оранжеватый цветочек ну как бы посмотрите сами сильно прям прям много их делать не обязательно потому что это все таки у нас не пионы но будет красиво если все таки такие бутончики будут присутствовать тоже лист розы я возьму номер 128 номер 128 номер 128 делаем хороший зеленый насыщенный цвет остатки я вот сюда стущу еще и зелень сделаем насыщенный красивый зеленый цвет то есть он должен слегка быть другим не таким как был на наших с вами этих шариках чтобы выделялся и теперь что мы с вами делаем мы создаем ну как был орхидей же они очень длинные вот эти вот листики высокие большие лопухи поэтому мы будем делать вот такие вот как бы лопушочки не знаю как прям даже назвать если честно такие большие лопушочки то есть чтобы и не как длинную такую да вот такие вот зелепушечки продолговатые мы делаем обрамляем как бы заодно цветок подчеркиваем его и получаем такой вот ну или пушечку так как у них высокие вот эти листики и мы с вами делаем тоже высокий здесь тоже такой вот зеленый листочек мне кажется хватит идеально получилось как раз именно то что я хотела сейчас я вам покажу поближе поставлю резкость на ближний край чтобы вы все это хорошо могли разглядеть вот такой вот сейчас еще поближе такой вот тортик у нас получился очень мне кажется эффектный осенний тортик ну что ж дорогие друзья буду с вами прощаться надеюсь что данный мастер-класс был вам полезен что он вам пригодится и вы поставите конечно ему свои лайки также я буду ждать ваших комментариев ну и как всегда если вы были со мной впервые значит обязательно подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик чтобы не упустить новых видео на сегодня все всем пока пока в оскорбבע в оскорбавка в оскорбавке